Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я мог бы простить отсутствие чайника, пылесоса, ситечка для заварки, но ложки для обуви? Увы, нет, это выше моих сил На такое просто не могу закрыть глаза Больше всего меня возмущает, что соседка, живя без этого элементарного предмета быта, даже не понимает, что автоматически опускает себя сразу на несколько ступеней цивилизационной лестницы И ее не оправдывает тот факт, что опускает она себя неосознанно Более того, именно эта неосознанность меня и возмущает Сегодня кто-то, даже не задумываясь, проигнорирует обувную ложку Завтра щетку зубную, послезавтра пакеты для мусора А что дальше, хотелось бы мне спросить? Что дальше, а? Пещерное существование? Падение в допотопность? Это преступление Унижение всех тех гениев, что своими достижениями удаляли нас от каменного века Да-да, преступление, причем ужасное И снисхождение к цивилизационным преступникам это, в свою очередь, тоже преступление Эх, соседка еще удивляется Почему я с ней перестал здороваться и вообще разговаривать? Таким, как она, этого не понять Они просто не способны видеть всю картину в целом Не в силах оценить, насколько может быть разрушительно отсутствие в доме такого простого предмета, как ложка для обуви Такие люди — раковые клетки, уничтожающие крепкий организм И тут назревает главный вопрос Что делать с такими людьми, как моя соседка? Изолировать их от общества? Пожалуй, это был бы лучший вариант В то, что их можно перевоспитать, я не верю Только изоляция Радикально, скажете вы? Ну, какие могут быть еще варианты? Позволю себе процитировать Троцкого льва Давидовича Современная история работает на третьей скорости Жаль только, что разрушающие организм микробы работают еще быстрее Гениально, не правда ли? Просто гениально Раковые клетки нужно вырезать быстро, пока они еще не дали метастазы Именно поэтому я обхожу все квартиры в доме, уговаривая жильцов не общаться с моей соседкой Я борюсь с разрушительной антицивилизационной стихией по мере своих сил И горжусь этим Каждый интеллигентный человек обязан вступить в эту борьбу Более того, именно на наших плечах, плечах русской интеллигенции, лежит особая ответственность перед человечеством Но знаете, простое порицание ничего не изменит Тут нужны активные действия Расклеивание листовок с фотографиями преступников, агитация К моему делу уже присоединились две почтенные бабушки и Жора с третьего этажа Жора хоть и страдает параноидальной шизофренией, но и он четко осознает свою опасность бездействия И у него, конечно же, есть дома ложка для обуви Причем не одна, а целых тридцать семь Я лично в этом убедился, прежде чем принять его в нашу с бабушками организацию Позавчера мы провели по-настоящему серьезную акцию Написали красной краской на двери моей соседки В этой квартире зло Меня, бабушек и Жору забрали в отделение полиции Продержали в обезьяннике целый час Вот он, описанный Оруэллом тоталитаризм Репрессии начались Неудивительно, что в нашей стране так много врагов прогресса Много тех, у кого нет ложки для обуви И я горжусь, что страдаю за действительно правое дело Кстати, я поинтересовался у одного из полицейских Скажите, милейший, а у вас есть дома ложка для обуви? Ответ был предсказуемый, но почти предсказуемый А на черта она мне Я что, без какой-то там ложки ласты в ботинки не всуну? Ох, нет, ну вы представляете Представляете степень разложения? Раковые клетки уже добрались до правоохранительных органов Хотя, возможно, они всегда там были Масштаб проблемы оказался больше, чем мне представлялось Но сдаваться я не собираюсь И бабушке с Жорой тоже Сдаться означает предать самого себя Предать свои принципы И меня поддерживает вера в то, что таких, как я Неравнодушных, зрящих в корень множество Вчера я попал в аварию Меня сбила машина И это не потому, что я был невнимателен А потому, что я не распыляюсь на то, чтобы смотреть по сторонам Мой взгляд всегда устремлен прямо В будущее, без тех, у кого нет ложки для обуви Мои мысли о глобальном Переломы, гипс, это все пустяки Об одном жалею Дни, проведенные на больничной койке, я мог бы посвятить борьбе Но уверен, бабушки и Жора время не будут терять зря Утром, когда они пришли ко мне в палату, я дал Жоре кое-какие наставления И теперь мою соседку ждет наказание посерьезней надписи на двери Да-да, пускай прольется кровь Только так Полумеры пускай останутся в прошлом Хватит миндальничать Битва с убийцами прогресса продолжается Мы не позволим раковой опухоли дать метастазы Не оставим в покое тех, у кого нет ложки для обуви В бой, господа, в бой! В бой! Автор Дмитрий Веденеев Озвучил Валерий Равковский Голос Некрофоса Канал Варгард Прослушать другие истории данного автора уже без примесей юмора и не настолько злободневной темы можно по ссылке в закрепленном комментарии Там же есть ссылка для возможности поддержать наш канал и наших авторов Будем благодарны за любой ваш донат А пока жду ваши мысли по поводу изложенной метафоры в рассказе Ну и спасибо за вашу подписку Надеюсь, совсем скоро снова услышимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok